Вот этот первый, да. Потом у меня был еще один, шестерка. Потом после шестерки у меня получилось так, что папа отдал свой 4S. Это как бы откат, но ничего, как бы нормально тоже походил с ним. Потом у меня еще была пятерка, была 7+, 8+, и вот iPhone X у меня был. И потом уже 11. А, нет, не 11, а 12, да. Никита Колосов, фанат айфонов, свой первый аппарат хранит до сих пор. Его подарили родители в честь начала учебного года, когда Никита еще учился в школе. С тех пор молодой человек предпочитает только яблочные смартфоны. iPhone это удобно, красиво, очень все работает как часики. Потому что Apple, она же что делает? Она для каждого айфона прописывает определенное приложение. То есть нет такого, как на андроиде, что просто выбрасывается в Play Market приложение, которое, в принципе, для всех подходит. Для айфонов тут по-другому. Теперь Никита опасается, что новый телефон перестанет работать. Однако не все самарцы разделяют беспокойство Никиты, в том числе и владельцы айфонов. Говорят, готовы к любым неожиданностям. Если вдруг отключат айфоны и превратятся в кирпичи, ну, наверное, вспомним прошлое и воспользуемся кнопочными телефонами Nokia 3310. Я не переживаю, что не будет айфонов. У меня их никогда не было, я никогда не стремилась их купить. Меня совершенно устраивает мой смартфон. Отлично жила без айфона и не расстраиваюсь. Я думаю, что есть другие модели телефона, которыми можно пользоваться. Данил Лишенко много лет работает в сервисном центре, занимается ремонтом телефонов. Говорит, продавцы знают только о достоинстве моделей. А слабые места, по которым можно судить о качестве, известны лишь тем, кто технику ремонтирует. Данил уверен, паниковать по поводу исчезновения яблочных телефонов с российского рынка не стоит. Айфоны – аппараты премиального сегмента. Позволить себе их могут не все. Тем более, что достойные фирмы есть и в более доступной ценовой категории. К примеру, Samsung. Компания является мировым лидером по производству и реализации смартфонов. У них есть качественные линейки S20, оснащенные камерами высокого разрешения и функциональными возможностями. Весной ожидается презентация новой модели, а уже летом она поступит в продажу. Кроме Samsung'ов, Данила выделяет телефоны Huawei и Honor. Вот сейчас выходит модель P50, у Huawei P50 Pro, P50 – это шикарные камерафоны. Компания Huawei и Honor, они работают с Leica, и у них очень классные камеры. В списке эксперты и телефоны фирмы Xiaomi. У Xiaomi те же самые модели от Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 11e – это хорошие модели. Они идут все-таки проще сегментом, как по мне, чем Samsung, но при этом на достойном уровне. У Xiaomi точно так же есть несколько моделей, которые могут конкурировать с указанными ранее производителями, но они точно так же хороши, они функциональны, но там есть определенные нюансы, которые могут немножко выводить из себя. Банально, в родной оболочке фирменной у них бывает даже всплывает реклама в самом телефоне. От этого можно избавиться и достаточно легко, но далеко не каждый пользователь готов в принципе этим заниматься. По сравнению с айфонами, смартфоны на базе Android отличаются не только более низкой ценой, но еще и возможностью установки приложений из неавторизованных источников и операционной системой с открытым кодом, который можно видоизменить. Их привлекательность и в аппаратных характеристиках, в качестве камеры и экрана, а также высокой автономности. У iPhone 13 серии Pro частота обновления экрана 120 Гц, в то время как у бюджетных смартфонов на Android 60 Гц. Звучит весомо, но в реальности большинство пользователей разницы в четкости изображения не заметят. Айфоны, начиная с девятой серии, долго держат заряд, около суток, но все равно уступают в этом смартфонам на Android. Те могут не разряжаться до 48 часов. Еще один аргумент в пользу телефонов Android. Смартфоны Apple совместимы только с девайсами от той же фирмы – наушниками, смарт-часами, системой «Умный дом», телевизионными приставками. У конкурентов такого ограничения нет. Ситуацию, сложившуюся на рынке, крупные ритейлеры на камеру пока не комментируют. Но один из них прислал нам письменный ответ, из которого следует, что продукция Apple по-прежнему будет доступна, правда в ограниченном количестве. Мы не планируем останавливать продажи продукции Apple в ближайшее время. Модель бизнеса компании предполагает закупку небольших партий товаров с быстрой реализацией. Продукция Apple в настоящий момент есть в наличии и будет появляться на сайте. Виктория Шары, Константин Головин, События.